Против репрессии на скорой в пятницу вечером высказались ивановские гражданские активисты и представители различных организаций. Виновником торжества, а точнее поводом собраться для них стал вот этот человек, Эдуард Калиманов. До недавнего времени работник скорой помощи, а ныне безработный. Напомним, в начале июля мужчина был уволен, якобы за прогул. Сам Эдуард считает, что работодатель попросту решил от него избавиться, как от руководителя профсоюза работников скорой. Увольнение ненормальное. Ненормальное увольнение, насколько я знаю обстоятельства, поскольку Эдуард обратился ко мне лично с заявлением, то там в обстоятельстве человек заболел, его тут же увольняют, а потом уведомляют об увольнении. Это ненормальная ситуация. Я думаю, что Эдуард выиграет суд. А мы постараемся им помочь. Сегодняшний митинг не единственный в защиту Эдуарда. Пару дней назад в Москве у представительства нашего региона прошел одиночный пикет. Также в защиту Эдуарда были собраны более 250 подписей работников станции скорой помощи. Но невзирая на это, работодатель отказался пойти на мировую с руководителем профсоюза. Мы собирали подписи со всех, абсолютно со всех представителей коллектива, в том числе и руководства. Мы обошли административное здание и обращались непосредственно к руководству уже с просьбой, ну не с просьбой, а с предложением вернуться, чтобы было принято досудебное решение. Нам было отказано в этом. То есть изначально вообще решение, то есть они не могли принять прямо, это был конкретный ответ, мы не можем принять решение. А потом уже было отказано. Поэтому сегодня мы здесь и говорим о том, что репрессии продолжаются. Мы будем бороться, бороться до конца и готовы задействовать абсолютно все наши ресурсы. Изначально этот митинг планировался как не политический, но практически все активисты пришли под своими флагами. Тем самым давая понять властям, что готовы объединиться в защиту одного единственного человека. Наталья Романова, Олег Мелехин, РТВ Иванова.